А еще вот тут и за здравие и за упокой. Я буду уже такие вещи комментировать, потому что мало того, что я вам 5 лет назад первые вебинары, сказал, делайте так. Где те люди, кто их смотрел? Уже два состава или три сменилось. Есть упорные, которые все видели вебинары каждый год. Но все-таки большинство сменилось. Тот, кто решил посадить абрикосы в своем садовом участке, должен помнить. Так. Основная проблема при выращивании, так называемое, подопривание коровой шейки. Вроде все нормально. Подопривание наступает в конце зимы, в начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Но умнейший человек, замерзая, вновь оттаивая на уровне почвы, она вызывает гибель комбиальных клеток ствола. Ну что, тоже целовать? Сейчас посмотрим. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться, цвести. Через несколько недель лисина и любя, но дерево медленно погибает. Обычно сильно подопревшее дерево, у которого повреждения коры и камбия, слоя клеток между корой и тревесиной, носят сплошной апоэрши характер, погибает. Вот понимаете, там, это речащий случай, опять едет на тысячу. Где среди этого берите фунгициды и давайте опрыскивать. А тут все, которые это, написал очень умно. Но это не все. Это было за здравие. В первых числах месяца июля парахлите почвы в пресвольных кругах на голове есть 15 метров. Что делать там ехать? Да еще в июле. Посейте растения и седараты. Вы представляете, это под всем, а там же 5, 8, может быть 10. А я вам показывал, там, наверное, 50 квадратных метров, показывал. По тем абрикосам, которые рекорд будем ставить. Пресея и седараты. В конце, заметьте, в первых числах июля посеяли. В конце июля, начале, то есть меньше, через месяц, косите зеленую массу, заделывайте почву. А скажите, а нельзя, чтобы вот всю эту дурную работу прорыхлить почву? Она не рыхлится. Она, извините, это дерн, ее надо перекапывать. Так просто не прорыхлите. Это если вы всю жизнь до этого рыхлили и превратили в каторгу, то да. А попробуйте, я только получил советы, давайте копать, рыхлить, рыхлить, то есть перекапывать. И через месяц седараты. А что, нельзя взять, вскосить эту зеленую массу в другом месте? Вот где-то там, в сторонке, где-то трава сразу заоколятся. Да где угодно. Скосили. Дальше вы знаете, как делать из них эти копны? Знаете, да? Перевозите к себе и раскидывайте. А на кой хрен вот эту работу делать, примерно в 30-50 раз больше сил и тратить времени. И что самое страшное, это то, что вы уничтожаете всю подземную живность. И вот, понимаете, нужно же так написать. Я когда начал читать, и настроение поднялось, давление стабилизировалось. Когда я-то присылал, ну что ж ты сам это? Ну заняться нечем. Ведь это же твой комментарий. Ну не писал бы ты этого. А ведь кто-то возьмет лопатую, насчет седаратов врачей. Где? В присвольном круге. Что травы мало? Ну, вот тебе за упокой. Вот тебе и все это. А что будет, когда приедут? У меня уже две тележки земли прямо на дерн насыпаны, вот так и комом. И ждет все, и все группы. Даже догадайтесь. Под ним, под этим, привозными двумя тележками земли нетронутый дерн зеленый, так видно будет. И вот в него я на глазах у всем еще группы буду садить саженец и обрезать, как это самое, и холм подопривали. Все как тут. И не дай Бог, вот это вот еще. Вот это. Вот, пожалуй, мы с вами скоро и закончим. Вот. То есть, до тех пор, пока вот эти люди не одумаются, они никогда не одумаются. Вот. А сверху никаких запретов насчет так называемых этих самых официальных, ну, что-таки, ну, нельзя с этим мириться-то. Вот с этим вот. Ну, ну, какой-то придумал. Ну, ему же никто не запрещает вот такие советы. Он даже не глупый. Он калечит почву. Он не просто перекапывает. Он не ворочит герату, чтобы заделать почву, чтобы она лучше прудуносила, лучшее дерево было. Он изувечит почву, когда он изувечит. Он порубит червей. Все к чертовой матери. Вот. Там полностью прекращается деятельность, уже готовность. Дерево-то уже сколько там лет, допустим, было. Уже все там сформировалось. Подземная часть. Ну, мы видим то, что мы ходим по почве. Ну, под почвой своя жизнь полноценная. Сто процентов. Дерево, если там нет комфорта, если там нет покоя, тишины, и что там вся работа проделана червями, и не только червями. Вот. Что там аэрация, канализация, вентиляция, все готово. А тут бах, лопаты. Как я это самое и, главное, никто никогда здесь же, вот там же, нас так мало, что никто никогда так же, ну, ты что, с ума сошел? Ну, человеку заняться нечем-то. В начале июля взять и перекапывать по тереме. Ты пробовал сам-то? или ты так же, как это, берешь столетие давности проседираты, они же еще не родились, передрал один код, и вот я такой будет. Субтитры сделал DimaTorzok